Явно четко видно подвинутое крыло. Такие автомобили часто ищут хорошие комплектации. Ты сразу, опа, плохой цвет. Я не знаю, что было. Но дверь-то явно видно, сейчас я вижу, точно хорошо. Соответственно, скорее всего, вот. Натаптывали, наверное. Есть вопрос по левому крылу. Двери тоже откручивали, кстати. Давай хоть заведем, может, он не заводится вообще. А, сенат. Чувствую. Мне лично, без разницы, я бы на это даже не смотрел. Здравствуйте. Сейчас находимся возле Mercedes-Benz S500. Посмотрим, эта серия или этот автомобиль был досерийный. То есть, у него нет СОЦ-документа, есть только омолагация автомобиля, что он может быть принят к эксплуатации. То есть, досерийный. С-500 и 223. Начинался он производство в 2020 году. Девятиступенчатая автоматическая коробка передач. Длина автомобиля 5,18. Ширина 1,95 м. И высоту 1,5 метра. Стоимость автомобиля 138 тысяч евро. 138 с копейками, если будет точнее. Нет, 139. 138 стоит. 138 990. Это уже 139 тысяч евро. Бруто. Камеры есть. Ну, в общем, в полной комплектации. Здесь есть все, абсолютно все. Если честно, я не знаю по информации по автомобилю, битый он или не битый был. То есть, смотрю, как есть. Дальше уже будем разбираться. 20-го года, 8-го месяца автомобиль. Пока все, что я увидел, меня все устраивает. Там пара царапин на капоте. Очень много разных мелочей, сколов и царапин. Которая, я думаю, полируется. А так у нас пока все в порядке. А вот с этим крылом что-то делали. Явно четко видно подвинутое крыло. И почему? Капот на месте. Я еще только красочные не замерял, не смотрел только так. В общем, царапины. Колеса задние мы поменяли. 22-го года стоят. Может быть, даже не эти диски были. Здесь у нас тоже. 17-22-го. То есть, резина здесь уже свежая стоит. Посмотрим на пробег. 21-1729. Ну, в общем-то, такой заряженный. Автомобиль, он в полной комплектации. У него задние сиденья. С массажем, со всеми функциями. У него есть шофер-пакет. Это значит, что когда ты сидушку отодвигаешь вперед, у него выезжает полочка под ноги. Такие автомобили часто ищут хорошие комплектации. Вот с деревом, наверное, я бы поспорил, как в яхте находишься. Может быть, кто на яхтах любит кататься, это как раз и надо. Руль хорошо отмыли. Прямо видно, что он мытый. А вот здесь не домыли. Вот это вместе, видишь? Поэтому по этой резинке уже можно сказать, что... Ну, три года автомобиля. Все-таки его эксплуатировали. Вот что мне не нравится в 220-х кузове, они бы сделали доводчики, не доводчики дверей, а держатель дверей, как в 221-м кузове. Удобно было, как в Панамере у меня сейчас, гидравлический. А тут у тебя три положения. Раз, два, и все. То есть гидравлика более приятнее работает. Все-таки флагманский автомобиль, даже три вот еще положения. Сиденье работало, у меня вопрос только по шторке было, немножко заедало. О, пошло. Ну, почему-то не с первого раза. Еще раз. Мир, нормально пошло. Ну, а сейчас работает. Поднимается. Есть вопрос по левому крылу и какой скол. Да, его еще хорошо полирнуть. Есть мелкие такие царапины отмыть. Ничего страшного. Это не беда. Ну что, возьму лакокрасочный, посмотрим, что у нас покраски. Дверь перекрашена. Кстати, новый лакокрасочный прибор, которым мы начали пользоваться. Продеваем. Достаточно качественный, быстрый. И интересно тем, что у него цвета есть. Он цвета меня. Видишь, синим. Ты сразу, опа, другой цвет. То есть, если здесь, он обычный. Вот раз. Синий. Уже перекрас. 217. 233. Слышишь, как быстро работает, да? Очень быстро. Здесь больше всего. Вот, вот они сидят с собой. И тут уже 115, 104. Но крыло у нас снимали. То есть, соответственно, крыло может быть даже миллера. Нет, ну тут спайк оригинал, все хорошо. Они лежат. Да, откручивали. Ну и что? Ну если откручивали, значит, крыло меняли, да? А скажите, у нас по S-классу была информация, что машина была битая или перекрашенная? Интересно, это сказали заранее или сказали уже? Или я уже здесь определил? Что люди бывают разные, знаете, кто-то скажет, да? Ну что там красили? Сильно не битая. И поехали. Ну как я, короче. Такой не гурман, а кто-то кому-то перекрасывает. Это прям криминал. Тем более на таком автомобиле. Автомобиль поедет в Англию. Представляете? В Англию. В Германии, в Англию. Что у нас с бампером? На бампере видно четкое напыление. Не, ну сделали хорошо. Вопросов нет вообще. То есть, зазоры стоят все, фара тут нигде ничего не выглядывает. И пришла к нам информация. Клиент уже предоплатил эту машину. Просто попросил нас, чтобы мы ее проверили. Ему очень важно, чтобы он был в идеале. Никаких обзонов не было. Он сказал, что просто едите, смотрите. Порог, по-моему, тоже заливали. Даже там, по-моему, небольшое размещение есть. Там вот в самом начале. Я не знаю, что было. Ну, дверь явно видно сейчас. Я вижу, точно крашена. То есть, тут еще шагрень хорошая. Там такая пошла она. Немножко матовая. Грубая такая. Крыло переднее тоже, по-моему, переделывали. Если бы я себе смотрел на эту машину, маниру было без разницы, что она крашена. Вообще, по-моему. Главное, чтобы не было сильного. Сильной аварии, чтобы у тебя подвеску не вырвало из нее. А так, этот автомобиль средство для передвижения. Поэтому как бы ездить. Двери тоже скручивали, кстати. В общем, у нас крыло, да? У нас дверь снимали, у нас крыло снимали. А по стойке у нас все хорошо. У нас стойка также нигде не мята. Нет никаких вмятин. Не вижу, по крайней мере, чтобы это было что-то серьезное. То есть, здесь ничего не трогали. Так, следы ремонта на двери. Стойка не гнутая. Не перекрашена. Тут оригинальный лак. Дверь снимали. Клипсы тоже это все снимали. Дверь перекрашена. И, по сути, крыло тоже. Крыло даже, возможно, меняли. В общем, досерийный автомобиль. Дилер нам говорит. Мы у него покупали уже отличный продавец. И не хочу там под него подстраиваться. То есть, я смотрю сейчас машину так, как она есть. Досерийный автомобиль. И, возможно, под красы. Те, которые были сделаны на заводе. И также это автомобиль для прессы. Данные автомобили, как производятся? Они производятся досерийные. Делаются документы. И все дотягивается, я бы сказал, в этом автомобиле. Каждый клипс, если где-то что-то, сверчки какие-то. Это все снимается, это все переделается. Все доделается, чтобы было в идеале. Потому что этот автомобиль будет показан всем. Он будет показан на видео, он будет показан везде. То есть, вот такой вот автомобиль у нас сейчас, я бы сказал, не простой, не серийный. Ну и комплектация, соответственно, у него такая вот мощная. Его довести в идеал по лаку. И, по сути, можно ездить. Но, опять же, это зависит все от клиента, хочет ли он этого или нет. Автомобиль из старых рук. И оба владельца были Mercedes-Benz. Такая вот информация. Куча документов, впрочем. Давай хоть заведем, может, он не заботится вообще. А то я хожу тут возле него. Лакокрасочно посмотрел. Тут понятно, что у нас был ремонт. И сейчас мы его... Вот такие у него ключи. Или один из ключей. Ох, эти гибридные установки. По сути, клиент может сказать, не, мне это не подходит. Вот то, что здесь дело. Мне лично, без разницы, я бы на это даже не смотрел. Но каждый принимает решение за себя. Но если она была на Mercedes-Benz. Ну, дилер говорит, не битая. То есть, он его купил, опять же, не битую. А капот? Капот нужно хорошо полировать. Постараюсь показать. Здесь царапины, сколы есть. От второго года по этой детали вы поняли. Задний тоже 22 года. Перейдем к салону. В общем, салон, я бы сказал, близко к идеальному. Девяточка из десяти. Здесь мне, конечно, три года. Нужно его так помыть. Здесь видно грязь. Руль отмыли 100%. Прям очень хорошо. Руль отмыли. Следов никаких нет. Задний салон тоже близко к идеалу. То есть, по салону вопросов нет. Его, конечно, вымыли в идеал. Тут тоже покраски есть такие вот. То есть, машину желательно полировать. Хорошо полировать. Если, конечно, нерабочим автомобилем будет. И здесь мне такое ощущение, что вот это место тоже красили. Что-то сложно показать, конечно. Ну, подозрения есть на заднем бампе. Вот здесь вот, особенно вот это. Оно в другой же грень. Может быть, из-за пластика. Но видно, что подкрашивали. Очень небольшие работы были. Здесь у нас все работает. Кнопочки попробовал. Вот это все. Рабатывает. Полочка выезжает. В основном достаточно чистый. Нет, не прокурен. Хороший, чистый, ухоженный салон. Близко к идеалу. В общем, прокатились. Машина едет адекватно. Никаких стуков по ебьении. Коробка переключается отлично. В общем, все меня устраивает. Едет мега-мягко просто. Эско, конечно, это эско. Высшие технологии. В общем, по тест-драйву вопросов нет. Сейчас еще подключим диагностику. Посмотрим, что по диагностике у нас. Будут ошибки. Это был автомобиль для прессы. Соответственно, скорее всего, натаптывали на нем. Но хрустов, переключение передач, чего-то такого критичного я в нем не обнаружил. Скорее всего, те фотографии, которые видео вы видели на тест-драйвах немецких, это был вот этот автомобиль. И я ошибся, что он из вторых рук. Он из первых рук на Mercedes-Benz. У него была просто перерегистрация. Но основной владелец это был Mercedes-Benz. Короче, у нас новые технологии. Мы сейчас подъехали, подключили диагностику, включили ее. Короче, не определила на моем автомобиль. Один номер мы ее забили. Короче, она ее не прочитала. Ну, как хорошо, что у тебя есть не один диагностический прибор с собой, а несколько. А, нет, подожди, надо было сказать так. У нас новые буддистские возможности. Мы так руку прикладываем к автомобилю. А, знат. Чувствую, пошла аффирмация. Да, ошибок нет. Как-то так. Нет, прочитали, все нормально. Есть аккумулятор, вот эта вся ерунда, вся мелочь, которую сейчас и показывает. Аккумулятор севший, подключите, иначе не сможете завести автомобиль. Короче, какая-то ерунда. В данный момент. И все. По сути, клиенту я все передал. Объяснил, что за автомобиль. Откуда, что он прокатился. Сделал диагностику. Лакокрасочный салон. Снизу подтеков нет. Все хорошо, все чисто, сухо, хорошо. То есть, автомобиль себе бы, если бы его рассматривал на данный момент, на вот этот S кайфовый, который едет невероятно мягко, я бы себе его купил. А клиенту решить будет самостоятельно. Это был Mercedes-Benz в 223-м кузове. Пресса автомобиля, автомобиль, который был предназначен для прессы, сохранился он, конечно, хорошо, не считая передней части автомобиля. Потому что он по-любому ездил на автобанах, соответственно, с колоной побит. Данный автомобиль нужно отполировать, хорошо сделать ему снаружи, если не нужно. Опять же, если рабочий автомобиль, делать ничего не надо, сел и поехал. Я бы так и сделал. В общем, 20 тысяч пробега, 20-й год, едем дальше. Не знаю, пока купит или нет. Согласия пока не дал, пускай смотрит. У меня еще более 100 фотографий на фотоаппарате. Сейчас все передам, а дальше уже будем посмотреть. Для меня адекватный вариант. Поторговаться, конечно, 1020 кинуть. 139 стоит, наверное, за это стоить не спевесить. Конечно, никто его так не отдаст. В общем, Mercedes-Benz на нашем канале. Спасибо большое за просмотр. Это был Денис Рим, компания Дестакар, автомобиль из Германии. И мы едем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok